Друзья, здрасьте. Вы на канале о сложном просто. Меня зовут Сергей. Сегодня мы начнем реализацию фотоальбома на Z-Sharp. Я обещал много подробностей и сегодня эти подробности будут. Я покажу материалы, которые я подготовил, покажу туду, которые я для себя написал. И в общем-то настоятельно рекомендую вам писать этот самый туду. Ну и мы создадим проекты. Может быть не все, но во всяком случае поговорим про то, какие они должны быть и из чего состоять, как они должны между собой взаимодействовать, чтобы можно было сделать нукет-пакеты и так далее. Ну и вот такая вот рутина для разработчика, от которой никуда не деться. Давайте переключимся на рабочий стол и я покажу, собственно говоря, то, что я наковырял у себя в недрах, как бы это просто не звучало. Про недра я, конечно, загну. И речь идет про то, что у меня есть хранилище в облачной, там есть всякого куча полезного и бесполезного, в том числе вот такие вот фотографии, которые я вам сейчас собираюсь показать. Я просто поковырялся. Такие фотографии, которые не привязаны ни к чему. Мы начнем с того, что давайте так. Я в репозитории добавил папку WhatNot, добавил ее также в исключение, чтобы она не попадала, собственно говоря, в репозиторию на гидхабе, где вы можете найти все исходные тексты. Я надеюсь, что вы найдете картинки сами себе. Ну, она весит на самом деле много, поэтому я не стал закидывать. Итак, у меня есть одна папка Animals для тестирования одного из видов представлений, где будут показаны все картинки. Здесь нет вложенных папок. И вторая, которая называется Gallery. В общем-то, здесь всякая всячина, начиная от и заканчивая, ну, я не знаю, калькуляторы, например. Во-первых, это будет интересно. Во-вторых, я думаю, что даже полезно будет посмотреть эти самые фотографии. Итак, в папке Репозитория я подготовил некоторое количество фотографий. Так, далее. Далее, что? Далее, давайте поговорим про ToDo. То есть, это план реализации, который я, в первую очередь, сделал сам для себя, чтобы понимать, что уже готово, что нет. Итак, первым делом я подготовил, уже поставил галочку, что я подготовил фотографии. Ну и далее, как видите, по пунктам. В общем, базовая какая-то. Упс. Базовая реализация. Какой-то Creator. Я написал. Здесь будет более детальная информация, в отличие от того, что было написано в Readme. Вот здесь вот. Ну и, в общем-то, что дальше? Дальше у нас по плану создать как раз проект и, в общем-то, начать реализацию в соответствии с первым пунктом. Базовый функционал реализации конвейера работчиков. Но перед тем, как начать, давайте немножко порисуем. Рисовать я собираюсь следующее. Смотрите, у меня в целях сделать Nuget пакет, который может иметь возможность устанавливаться на ASP.NET Core, который может устанавливаться на dot.pe, в конце концов, который может устанавливаться, не знаю, на WinForm. Вы представьте, что здесь написано ASP.NET Core, здесь написано dot.pe.f, а здесь... В общем, смотрите, задача у меня сделать Nuget пакет, и для этого он должен быть в отдельном проекте, который потом должен каким-то образом там через CD публиковаться на Nuget.org. Собственно, речь идет о том, что для начала мне нужно сделать непосредственно какой-нибудь Class Library. В данном случае я уже решил, что он будет называться Colobong Album Manager. Ну и как расширение будет ASP.NET Core, то есть я буду его создавать на ASP.NET Core и тут же сразу тестировать. Надо понимать, что вот этот вот Nuget пакет может быть использованы, например, на, ну, допустим, в консольном приложении. То есть количество платформ на самом деле в рояле не играет. По большому счету это как бы штука, которую нужно сказать, где файлы, и она должна из этих файлов сделать какую-то галерею. Ну вот примерно вот такой вот подход. И для начала ну давайте создадим непосредственно вот этот вот, собственно, как его называют Nuget проект, да, пусть называется проект. И пусть будет, допустим, ASP.NET Core, хотя, наверное, проще, наверное, сделать... Давайте сделаем, наверное, в консольном приложении. Я вот думаю, что это будет проще, а потом интеграцию уже напишем непосредственно прям для ASP.NET Core. Да, давайте так и сделаем. Мы прекрасно знаем, что Visual Studio умеет сама именовать и проекты и Солюшены, которые она создает, но я не буду ей давать ноуткоп, я создам Black Solution, то есть чистый Солюшен, в котором больше ничего не будет, назову его колобонгом, ну пусть он называется Album Manager, вот, и теперь можно в него накидывать уже непосредственно проекты, которые будут участвовать в нашей разработке. Так, первый проект, который я хочу добавить, это непосредственно Class Library, это, собственно, тот самый Nuget пакет, я вам зву, колобонга, Album Manager и, собственно говоря, ну, наверное, смотрите, на ASP тоже она будет подтягивать, то есть название, ну пусть будет Album Manager и все. Вот, дальше, седьмой, дальше у нас Create, создался первый проект и это у нас будет Nuget пакет, в котором как раз будут все, что нужно для того, чтобы ему было можно. Дальше, ну, давайте для начала удалим файл, который нам, собственно говоря, не нужен. Так, у меня как-то изрались соседи, не обращайте внимание, я буду стараться говорить громче. Следующий проект, который мы создадим, ну, я решил, что это будет консольное приложение, в котором мы для начала будем все тестировать, по большому счету это тоже можно. Давайте сделаем консольное приложение, дальше создадим Next, назовем его ColorBongo, допустим, Album, ну, пусть также называется Manager.Console, ну, просто если консоль оставить, это будет конфликтовать с namespace, которые используются, поэтому консоли App я сделаю и создам его тоже на седьмой версии. Ну и, в общем-то, вот у меня два проекта, для начала я поставлю активным этот проект, дальше Album Manager я в консоли сделаю референс на этот самый, на Nougat пакет, который будет в дальнейшем, вот так это примерно делается, окей, и, собственно, вот сейчас как раз и начинается разработка, давайте закроем, я думаю, что вот эту подготовку можно сегодня закончить, но в следующий раз уже непосредственно будем создавать классы, интерфейсы и так далее, и тому подобное. На этом я с вами попрощаюсь, вам всего доброго и пишите правильный код.